вот отлично добрый вечер дорогие коллеги сегодня наш вебинар будет посвящен такой интересной теме как сетевому бизнесу что такое вообще сетевой бизнес что такое млм и какое будущее нас с вами ждет самые богатые люди строят сети остальные ищут работу это сказал роберт киосаки один из скажем так очень известных людей в определенных кругах миллионер который заработал свое состояние также на одной из сетевых компаний смотрите 21 век сейчас куда бы вы не оглянулись это век сетевой индустрии любой магазин это сеть любой интернет магазин это точно такая же сеть очень многие компании они распространяют свои продукты конкретно только через сети через компании прямых продаж вот если мы будем сравнивать их с обычными магазинами тот же магнит это также обычная сеть пятерочка look oil сеть заправок это все сети не надо бояться таких слов как сеть потому что многие люди сравнивают их с тем что было когда-то раньше и сейчас сейчас я вам расскажу чем отличаются те сети которые есть сейчас от того что было раньше потому что многие запуганы и скажем так не могут отличить обычную пирамиду как это было да помните ммм когда люди несли огромные деньги и им обещали в ответ только деньги сейчас в интернете кстати до сих пор очень много таких именно финансовых пирамид чем отличается финансовая пирамида от хорошей именно компании сетевой компании ну во первых в пирамиду чтобы вступить обязательно нужен какой-то взнос обязательно нужны деньги в любую нормальную компанию сетевую деньги не нужны потому что компания торгуют продуктом компания именно зарабатывает на продаже продукта и вы как скажем так консультант или дистрибьютор этой компании вы также зарабатываете только с продажи либо с реализации продукта вашей сетью вот в пирамидах же там абсолютно другая ситуация получается вы пришли в компанию вы дали денег вы привели людей те люди дали денег и вот этих вот денег получается выплаты поэтому не надо путать не надо сравнивать понимаете да надо знать что и что наша как бы профессия она является профессии 21 века менеджер сетевого бизнеса он занесен в реестр именно профессии есть также орден золотая сеть и он вручается компаниям и лидером млм компаний награда это официально зарегистрировано в герологической палате и совет по общественным наградам в общем бизнесу у нас сложилась такая именно к сетевому бизнесу сложилась ситуация что многие люди переживают и боятся что здесь невозможно заработать потому что во время 90-х был целый бум скажем так вот этих вот компаний однодневок и до сих пор они есть эти компании которые занимаются только чем-то одним конкретно каким-нибудь определенным продуктом и естественно они сегодня появляются и завтра исчезают но профессия конкретно профессия менеджер сетевого бизнеса она уже официально зарегистрирована и это такая же профессия как врач как учитель как бухгалтер как не знаю экономист ей ее эту профессию уже преподают в наших вузах различных есть вуз питере есть вуз москве и выдают диплом именно о том что человек имеет высшее образование и он является менеджером сетевого бизнеса дипломированным специалистом понимаете это не просто такая деятельность потому что чтобы быть именно специалистом в этой области надо уметь очень много всего надо не только быть хорошим организатором организатором своего личного бизнеса нужно выстраивать именно сеть не только из потребителей потому что у нас сети как бы получается есть потребители которые просто потребляют да они просто берут у компании например со скидкой себе домой и потребляют продукт и есть люди которые строители это создатели сети это такие же как мы с вами люди которые ищут людей таких же либо потребителей либо создателей вот нужно естественно управлять и управлять своими людьми и пытаться их обучать об этом я сейчас немножко скажу ну и в итоге вы получите абсолютно другой уровень жизни вы получите абсолютно новый уровень мышления потому что в нашем бизнесе мы зачастую больше самообразовываемся кто хочет тот делает понимаете вот я вам сейчас скажу покажу такие высказывания все вы знаете дональда трампа дональд трамп это сейчас миллиардер который баллотируется президенты сша да очень умные вещи горит очень умный человек и умный мужчина так вот на одном телешо вы ее спросили а что вы сделаете если вдруг вы потеряете все свое состояние он ответил я займусь сетевым бизнесом естественно все зрители рассмеялись а он им сказал именно по этой причине вы находитесь там а я нахожусь здесь этот миллиардер который имеет как бы он заработал свое состояние на многих видах бизнеса при этом у него есть своя собственная сетевая компания люди конечно могут в это не верить до сих пор но я вас сейчас попытаюсь переубедить уоррен баффетт тоже американский миллиардер инвестор который инвестирует такие интересные различные проекты очень много денег и он тоже сказал что его инвестиции в одну из сетевых компаний это было самое удачное самое лучшее вложение денег которое было либо он делал в жизни понимаете билл гейтс не надо представлять этого человека создатель майкрософт и замечательный умный товарищ который заработал миллиарды скажем так вообще с нуля с гаража абсолютно сам он тоже сказал что в 21 веке с десятого года будет только три вида бизнеса первый это интернет бизнес второй это сетевой бизнес рекомендации это то что именно у нас с вами у нас сетевой бизнес рекомендаций вот а это уже в сша это уже 90 процентов бизнеса в японии это тоже уже 90 процентов бизнеса ну и третий это те кто кого не будет те которые этот тренд не заметили ну и будут просто жить так же как они живут сейчас продолжать как бы не жить, а существовать, скажем так, на зарплату, которая на самом деле мало что позволяет сделать сейчас в нашей жизни. Также Пол Зейн Пилцер, он сказал, что тысячи, тысячи миллионеров будущего появится в самое ближайшее время. Посмотрите, сколько людей уже в сети заработало денег. Просто в сети интернет. Я не говорю конкретно про сетевой маркетинг, я говорю конкретно про сети. Создатель Google, создатель Facebook, создатель того же контакта, человек, который сам заработал огромные деньги через интернет. Тот, кто говорит, что через интернет невозможно заработать денег, просто не обладает достаточной информации, как это сделать. Мы постараемся вас этому научить, потому что мы уже это делать умеем. Так вот, Роберт Киосаки, замечательный миллионер, я о нем уже говорил. И он говорит, богатые либо создают сети, либо ищут. Все остальные просто ищут работу. Понимаете? Вы можете всю жизнь просто пытаться, как, ну, пытаться изменить, попытаться в своей жизни, ища одну более высокооплачиваемую работу, меняя на другую, на третью, на четвертую. Но это все равно не даст вам такого, скажем так, роста именно в финансовом плане, именно роста в личностном плане, как сетевой бизнес. Потому что здесь мы растем, ну, огромными-огромными темпами и шагами. Понимаете? У нас тут, наши зарплаты растут вообще в арифметической прогрессии. Если вы зарабатываете сегодня там 300 рублей, то через месяц-два-три это может быть уже там и 5, и 10, и 15 тысяч. Все зависит только от вас. Смотрите. Немножечко истории. Вообще, как MLM-индустрия, откуда она появилась. Карл Ренберг создал первую в мире компанию, которая называлась Island California Vitamins еще в 34-м году. Не уточнял, существует ли она до сих пор. Но вот вторая компания, которая называлась American Way Corporation, мы ее до сих пор знаем, это всем известный Amway, было создано в 59-м году. Представьте, это уже более 60 лет компания на плаву и прекрасно себя чувствует. Как бы люди живут. Очень-очень много миллионеров, которые вышли из этой компании, которые просто... Эта компания дала им толчок для того, чтобы они воплотили мечты, свои мечты именно в жизнь. Они могли заработать какую-то часть определенную денег в компании и вложили их в то дело, которое им интересно. Понимаете? Было время, когда очень многие хотели запретить MLM и сравнивали его с пирамидами, но все-таки здравый смысл победил. И люди поняли, что MLM действительно это серьезный бизнес. Это не просто так шуточки, как многие говорят. Знаете, кому-то говоришь, да, это все косметику продавать. На самом деле у нас это уже серьезный бизнес, который приносит хороший, стабильный, пассивный доход. И косметику мы тут с вами не продаем. Мы пришли именно делать деньги. Мы пришли делать бизнес. И вот с 80-го года начался самый бум развития MLM. И в 90-м году, как вы знаете, после падения, как бы, стены, скажем так, в Россию тоже пришло очень-очень много компаний, которые некоторые остались до сих пор, некоторые, конечно, уже 10 раз там попереименовались и изменились. И они существуют до сих пор в России. Кстати, пирамиды запрещены, а MLM, сетевой бизнес, официально разрешен и поддерживается государством. Недавно тот же президент Путин, премьер Медведев, они высказывались по поводу того, что очень большая часть денег и очень большое количество людей именно заняты сейчас в сетевом бизнесе. И это очень, скажем так, хороший кусок бюджета, который также... Ведь компания, я конкретно про Фаберлик хочу сказать, компания является лучшим налогоплательщиком уже последние несколько лет. Она за это даже получала награды от налоговой инспекции. У нас все зарплаты белую, все официально, все честно. Никаких офшоров, никаких выплат, как у других компаний, там через Киви кошельки у нас нет. У нас все в этом плане очень-очень хорошо. Смотрите, что скажу сейчас про настоящее. Индустрия MLM занимает первое место в мире, как самая быстро развивающаяся экономическая система. Об этом говорил Медведев, если интересно, я вам скину видео. Оборот всех MLM-компаний составляет уже более 180 миллиардов долларов и постоянно растет, потому что постоянно-постоянно приходят все новые и новые люди, понимаете? На 20-30% в год ежедневно тысячи человек становятся дистрибьюторами компаний. Я, конечно, не говорю, что все эти тысячи человек, они смогут быть там золотыми бриллиантами и элитными директорами, которые будут получать по 200-300-500 тысяч в месяц и миллионы более, но люди видят здесь перспективу, люди видят здесь возможность изменить свою жизнь, понимаете? Люди идут не просто так, потому что сейчас у нас интересное такое время, кризисное, да? И жить на одну зарплату становится довольно-таки непросто. Кто-то приходит в сетевые компании за приработком. Ну, что значит приработок? Это там кто-то хочет там 3, 5, 7 тысяч, да? Кто-то приходит просто, чтобы потреблять, чтобы просто пользоваться продукцией, со скидками получать за это подарки, получать различные бонусы и привилегии от компании. А кто-то приходит и конкретно настроен на серьезный бизнес. И, естественно, эти люди, они начинают зарабатывать и 100, и 200, и 300 тысяч, и даже больше в год. У нас, кстати, для директоров Фаберлик в июне будет проходить встреча миллионеров, так называемая встреча миллионеров в Челябинске. Ну, туда, естественно, едут те, кто зарабатывает не менее миллиона в год. Ну, давайте посмотрим, что такое миллион в год, да, на самом деле. Вроде как бы миллион, не такая уж большая сумма. Но если мы возьмем обычную зарплату, среднюю зарплату человека, это, ну, 20 тысяч. Ну, ладно, давайте возьмем 30 тысяч. В год это получается у нас всего 360 тысяч рублей. Вдумайтесь, да, если вы зарабатываете 30 тысяч в месяц, у вас всего 360 тысяч рублей в год. Из них вы 80% ну просто потратите на жизнь, там, на коммунальные, на одежду, на еду и на все такое прочее. Остальное, не знаю, может быть, отложите на отпуск и все. И все, у вас нет денег. А Фаберлик вам дает возможность заработать миллион уже в первый год. Понимаете, за первый год вы уже можете заработать миллион. А дальше, 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 дальше это все просто будет расти в арифметической прогрессии. И миллион в месяц это даже не предел. 25% миллионеров в мире вышли конкретно из сетевого бизнеса. Понимаете? Вот о чем я вам говорю. Что такое вообще MLM? Многоуровень и внивый маркетинг. Это, во-первых, бизнес безграничных возможностей. Я об этом еще раз сказал. Что это значит? Это значит, что ваша зарплата не ограничена абсолютно ничем. Если вы работаете на работе и у вас есть определенная планка, да, 15, 20, 30, 40 тысяч. И выше нее вы просто можете не прыгнуть. Ну, может быть, там вам раз в год, раз в два года добавить там 5 тысяч, да. То здесь мы не ограничены абсолютно ничем. Маркетинг, план компании устроен таким образом, что просто больше работая, больше привлекая людей, приглашая людей, вы будете больше зарабатывать. Это зависит только от вас. MLM это бизнес больших чисел. Что это значит? Очень-очень... Чем больше людей вы приведете, чем больше людей вы найдете, не важно, как вы их найдете. Найдете вы там своих знакомых, найдете вы своих друзей, будете ли вы ходить там с каталогом. Либо вы будете работать по нашей готовой схеме через интернет, тем больше, естественно, станут ваши выплаты. Это бизнес истории. Каждые люди приходят в MLM со своих мест, скажем так. Очень много приходит врачей, очень много приходит учителей, очень много людей приходит просто, которые запутались в жизни, которые не нашли себя, которые не знают вообще, что они делают по этой жизни. И им кажется, что они делают что-то не то, понимаете? Поэтому у каждого человека есть абсолютно своя история. Каждый, кто начал зарабатывать в нашем бизнесе, он начал зарабатывать не просто так. Значит, он просто ищет себя, ищет возможности изменить свою жизнь к лучшему. Нам сетевой бизнес дает это. Ну, естественно, бизнес эмоций. Что значит эмоции? Ну, если вы такой человек неэмоциональный, спокойный, то вам, как бы, не можете прийти с каталогом кому угодно там рассказать, то вам прямая дорога работать только через интернет. Через интернет у нас замечательно. У нас есть шаблоны, у нас есть обезличенное общение. Вы можете просто рассылать людям предложение, просто рассылать, рассылать, рассылать. И все. Вы этих людей, может, даже никогда в жизни не увидите. Вы можете даже вебинары не вести. За это мы делаем, мы это делаем. Мы учим ваших новичков. Ваша задача их просто найти и привести. Привести на вебинар, привести в наш скайп-чат, показать им наши видеообучающие ролики на ютюбе. Понимаете? Вот. Также MLM это бизнес отношений. Что это значит? Я вам скажу, что когда я начал, я даже не думал, что за такой короткий промежуток времени я найду столько много интересных людей, с которыми я начал общаться. Как бы интернет нам дает безграничные возможности общения. Но при этом, при этом очень много позитивных, очень много тех людей, которые хотят, хотят изменить свою жизнь, хотят конкретно работать. И не ноют и говорят, что вот у меня там ребенок мешает, у меня муж не разрешает, у меня там компьютер не работает, там ноутбук сломался. А просто берут и делают. И у них постоянно, у них рост, у них все замечательно. Понимаете? Я очень-очень рад тому, что люди действительно хотят, люди видят эту возможность так же, как и я. Потому что если бы я не видел здесь возможности, я бы здесь не был. Я не могу, вот это следующий пункт, бизнес рекомендации. Понимаете? Я не могу рекомендовать человеку то, в чем я сам не уверен. Во что я конкретно не могу поверить. Понимаете? Если бы это была какая-нибудь компания там с какими-нибудь банками непонятного вещества, да никогда бы в жизни я бы не стал вообще заниматься этой ерундой. Честно вам скажу. Потому что продавать, ну тем более мы здесь не продаем, мы предлагаем пользоваться. Что мы делаем? Мы просто берем, меняем обычный магазин на магазин Файберлик. И берем все то же самое, что вы брали в обычном магазине, в своем личном интернет-магазине. При этом получаем подарки. Я бы никогда в жизни не смог бы предложить человеку вот эту вот ерунду с банкой. Понимаете? Поэтому я абсолютно уверен в продукции. Я абсолютно уверен в этом качестве. Я абсолютно уверен в компании. Я верю, что компания платит. Ну потому что она действительно уже платит за короткий промежуток. Я это увидел. Понимаете? И я абсолютно уверен в том, что я именно здесь, где я хотел бы быть. Потому что здесь реально сбываются мечты людей. Если вы пока еще в это не поверили, ну я постараюсь вас переубедить. И естественно это бизнес дубликации. Что это значит? Значит, вы просто научились делать что-то. Научились делать определенные действия. И вы научили делать эти же действия своего человека, которого вы нашли, которого вы пригласили. И все. Система работает. Человек этот делает то же самое. Я сейчас расскажу про принцип 1 плюс 1 немного дальше. Это все очень на самом деле очень и очень просто. Вот. Принцип дубликации. Нет дубликации, нет бизнеса. Если ваш партнер сможет повторить, продублировать то, что вы ему рассказываете, то вас станет двое. Потом вас станет четверо. Понимаете? Когда вы приходите в этот бизнес, естественно многие думают, да вот это надо работать, это надо ничего себе. Там каждый день по 2-3 часа приглашать. Многие просто могут не видеть в начале эффекта, результата. Понимаете? Там проходит полмесяца, месяц, два. И доход он же у нас идет в арифметической прогрессии. Понимаете? Когда вы начинаете приглашать людей, естественно вы можете не замечать этот рост. Но когда начинают приглашать и вы, и ваши люди, этот рост потом уже появляется как снежный ком начинает катиться. Понимаете? Вот вы его толкнули и он постепенно, постепенно, постепенно. Но это естественно в том случае, если вы научили, если вы, если ваши люди вас дублируют. Если научились вы и вы научили своих людей делать то же самое. Если все это делается, то этот снежный ком он сам идет, 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 идет и растет такими огромными темпами. Вы просто не успеваете даже за этим следить. Появляются люди, которых вы в глаза не видели и не знаете вообще откуда они появляются. Они рождаются именно в вашей структуре, их приводят другие люди. И вы можете также с ними общаться. Очень много интересных людей, которые хотят работать. Которые так же, как мы, хотят учиться чему-то новому. Потому что мы тоже до сих пор учимся. Мы же пришли сюда не так давно. Но и учимся, читаем книги. Я вам посоветую того же Роберта Киасаки, если вы ни разу не читали, хотя бы начните. Хотя бы прочтите его книгу «Богатый папа, бедный папа». Прочтите «Квадрант денежного потока». Кстати, вот у него шикарная последняя книга, которую он написал совместно с Трампом. Я вот ее тоже недавно закончил. Очень отличная книга. Если надо будет, я вам потом скину название в скайп-чат. Понимаете, дубликация, удвоение просто-напросто происходит и все, и мы растем. И я считаю, что мы пришли конкретно в ту компанию, за которую не стыдно. За которую не жалко показать, даже если вы умеете показывать каталог. В которую не стыдно показать каталог, не стыдно показать наши цены. Потому что цены у нас самые лучшие по сравнению с другими сетевыми компаниями. Компания молодая, у ней очень много планов на 10 лет вперед. Запуск мужской одежды, расширение детской, расширение женской. И различные коллекции формы детской, детской формы для школ, для садиков и всего прочего. Понимаете, у компании очень-очень много планов. Планов развития. И это все расписано, и это есть на официальном сайте. Если это интересно, можете сами зайти почитать. Так, сейчас, две секундочки. Смотрите. Делайте все просто. Делайте все просто так, как у нас. У нас есть готовые шаблоны, которые мы даем своим новичкам. У нас есть полностью разработанная с нуля система. Вы берете этот шаблон и работаете четко по нему, не отклоняясь ни вправо, ни влево, никуда, ни вбок, ни взад. Вот. И у вас все работает. И ваши люди начинают вас повторять. Когда ваши люди вас повторяют, у вас все получается. Так. МЛМ – бизнес больших чисел. Смотрите. Что это значит? Чем больше людей узнает о вашем предложении, тем быстрее будет расти ваш бизнес. Смотрите. Если вы работаете с одной странички и приглашаете пять людей в день, ну, с интернета, например, через интернет, да, то, ну, я вам скажу, вы будете расти, ну, пять лет. Потому что такими темпами, честно говоря, ну, никто не растет. Если вы будете приглашать как минимум 100-150 человек в день, ну, как мы рекомендуем, да, хотя бы там с пяти, с десяти страничек в день работать, естественно, ваш бизнес будет расти огромными и огромными темпами. То же самое, если вы работаете с каталогом, если вы работаете на земле, если вы будете проводить одну встречу в неделю, ну, ваш бизнес не то, что расти будет, он будет просто умирать, он будет либо оставить на месте, либо он просто зачахнет. Если вы будете проводить по три-пять встреч в день, или хотя бы через день, вопросы потом. Вот, если будете приглашать, я же говорю, на встречи хотя бы три-пять-семь человек в день, то, естественно, ваш бизнес будет расти вот такими огромными темпами. То же самое я говорю про сеть. Если пять человек в день оповещать, то пятьдесят лет расти, а не пять. Ну да, пятьдесят лет будете расти, я же говорю, если будете всего пять приглашений в день людям делать, естественно, у вас не будет ни регистрации, у вас не будет ничего. Вы будете сидеть и ждать, а когда же мне человек ответит. У нас по статистике, я же говорю, сто пятьдесят человек, одна регистрация. По статистике. Поэтому элементарно вы делаете больше, получаете больше и получаете все быстрее. Смотрите, принцип один плюс один. Что это такое? Я здесь приведу, это на примере десяти каталогов. Что такое каталог? Каталог это три недели, как вы знаете, да, либо по-другому мы называем это период. Так вот, если вы приглашаете одного человека, одного человека вы сами лично в каталог, и каждый из вас делает заказ хотя бы на тысячу рублей, ну, 10 баллов примерно там, ну, это плюс-минус тысяча, да, вот. Что, я же не говорю вам, брать из семейного бюджета и нести там в магазин Фаберлин. Нет, вы просто берете себе тот же шампунь, берете себе там моющая для кухни, берете себе порошок, берете зубную пасту, ну, по мелочи всякого разного, на тысячу. Вот. И ваш человек делает то же самое. Смотрите, за первый каталог у вас всего 20 баллов. Ну, вроде ерунда, да? Смотрим второй каталог. Вы привели одного человека, который делает те же 10 баллов. Вы сделали 10 баллов. Плюс этот человек привел еще одного человека. И получается у вас в сумме уже 40 баллов. Опять вроде кажется ерунда. Но давайте посмотрим на пятый каталог. Когда вас уже 16 человек, и каждый из вас привел по одному человеку. И как минимум сделали просто на тысячу заказ. Тысяча это не такие же большие деньги по нашим меркам. Вы можете пойти в магазин, вы вроде ничего не купите и тысячу оставите. А в нашем магазине, если у себя в личном кабинете вы купите на тысячу, вы при этом и подарок получите, вы при этом будете пользоваться замечательной продукцией. И вам не надо будет идти в магазин. Понимаете? Вы можете купить все у себя. Вот. И смотрим, что мы уже выходим на 6%. 6% вроде не такие уж большие деньги, да? Там порядка 700 рублей. Но это уже деньги. При том, что вы одного человека в каталог приводите. И что мы смотрим? На девятый период, это примерно где-то полгода. Но это, скажем так, вариант для самых ленивых. Для самых вообще ленивых, которые приводят одного человека в три недели. Но я не знаю, как можно не найти одного человека в три недели. Только если вы не хотите вообще работать, тогда можно. Но мы работаем у нас каждый день по одной, по две, по три регистрации. Девчонки в неделю по 10 человек приводят. Понимаете? По 10-20 человек в период, в каталог. Да, есть статистика. Да, не все работают. Да, не все заказывают. Но вот из этой общей массы человек получается то, что вы за короткий промежуток времени выходите уже на хороший доход. Вот смотрите, 9 периодов, это уже 23%. 23% это 40 тысяч. Но разве это плохие деньги? И это если вы очень ленивый. Есть люди, вот есть такие истории, я говорю, есть люди, которые выходят за один каталог, за три недели выходят на директора. И при этом еще получают не только за директора, но еще получают быстрый старт 40 тысяч. Понимаете? Это просто люди, те, которые хотят. Те, которые реально замотивированы. Замотивированы в том, чтобы работать. В том, чтобы работать, в том, чтобы улучшить свою жизнь, изменить ее. Вот этот принцип, это настолько просто элементарно на пальцах, я вам показал. А дальше еще больше. За год там получается, если взять 18 периодов, там получается за год вы больше миллиона зарабатываете. Понимаете? И это при том, что вы одного человека в три недели приводите. Всего лишь одного. Задумайтесь. Смотрите, что дальше. Наш главный, ну, главный принцип вообще, это привлечение новых людей. Почему вообще, с чего мы зарабатываем? Естественно, мы зарабатываем с товарооборота. Мы сами пользуемся продукцией. И мы приводим людей, которые так же, как и мы, пользуются замечательной продукцией. Вот. Чем больше вы привлекаете новичков, тем больше у вас консультантов. Кто такие консультанты? Консультанты есть просто люди, которым нравится продавать. Если вам не нравится продавать, есть люди, которым нравится. Есть люди, которые любят ходить с каталогом, которые любят просто предлагать. Они либо зарабатывают вот эту вот скидку, да, которая от 20 там до 26 процентов. Либо просто своим родственникам, своим родным могут отдавать со скидкой. Ну, нравится им продавать. Так вот, чем больше у вас консультантов, тем больше у вас клиентов, потому что чем большим людям попадет каталог от этих людей, либо чем больших людей проинформируете лично вы через интернет, либо вы напрямую, тем больше клиентов сделают заказ, понимаете? Чем больше будет у вас заказов, тем больше будет объем продаж в структуре, и естественно, чем больше объем продаж, тем больше будет у вас доход, ваш доход вас как лидера, понимаете? Опять же мы приходим к тому, что это все принцип дупликации, мы научились сами, мы учим других, а как человек это делает? Хочет, делает через интернет, если он любит работать напрямую, пусть работает напрямую, это замечательно, это прекрасно, очень многие девчонки любят работать, молодые, ну не могут пока или не хотят, нет, как говорит у них, возможности. У них есть огромный круг знакомых людей, по которым они работают вот так вот живым контактом, они просто предложили каталог, имеют заказ, и они все, кого они пригласили, все люди, кого пригласили, эти люди, все эти люди зарабатывают на товарообороте, понимаете? Самый главный ключ к успеху, это естественно, люди. Наш бизнес построен на людях. За что платят у нас вообще в МЛМ и в любых сетевых компаниях? Смотрите, потребление. Ну, я не говорю вам, брать из бюджета лишние деньги. Лишних брать не надо. Вы все равно каждый месяц моетесь, зубы чистите, убираете дома, моете посуду. Стираете вещи. Вы просто берете эти деньги и несете не в магазин дяди, который вам за это даже спасибо не скажет, а себе в личный интернет-магазин. При этом, опять же, получая подарки и привилегии. Второй принцип. Вы приглашаете. И наш растущий стабильный доход, он состоит из приглашения. Опять же, чем больше людей будет у вас в структуре, тем большие доходы вы будете получать. Естественно, мы вам всегда помогаем. Мы вам помогаем не только, скажем так, материально. Мы людей в вашу структуру подписываем в то время, пока вы учитесь. У нас есть люди, которые учатся и под ними уже большие, огромные структуры таких же людей, которые учатся. Понимаете? И все эти люди потихоньку делают заказы. Когда они научатся, они также будут приглашать, как и мы. Они уже постепенно приглашают. И вот этот снежный ком, он уже у них растет. Понимаете? И, естественно, третье П. Это нужно присутствовать на всех обучающих мероприятиях. Потому что, если вы не будете учиться, если вы не будете образовываться, ведь, как я говорил, менеджер сетевого бизнеса для вас, это абсолютно новая профессия. Так же, как и придя на любую новую работу, вы будете учиться. У вас будет либо испытательный срок, да, либо у вас будет какое-то время на то, чтобы вы поняли вообще принцип работы, чтобы вы научились делать свою новую работу. Так вот, на вебинарах, с помощью наших видео на нашем канале, с помощью, у нас есть специальные шаблоны, мы учимся. Мы учимся работать в соцсетях, мы учимся работать прямыми продажами, кому так нравится. Но, если вы хотите расти, если вы хотите расти в финансовом плане, вам нужно присутствовать всегда. У нас вебинары два раза в неделю, во вторник, четверг, 7 часов вечера. И, естественно, если вы будете выполнять все эти три действия, то вы будете зарабатывать. Именно за это нам платят деньги. Именно за это. Если вы не будете делать чего-то одного, то, ну, извините, вы будете ругать, как бы, человек может ругать, понимаете, всех, но только не себя. Если человек вроде как, да, что-то заказывает, вроде как даже ходит на учебу, но никого не приглашает, естественно, структура его будет расти медленно. Или, наоборот, человек не делает заказы, но приглашает, но также его люди не делают заказы, потому что он сам их не делает. Он до сих пор не взял, не поменял интернет-магазин. Естественно, ничего не будет. Все делаем 3П, и у нас все будет замечательно. Смотрите. Что мы получаем в итоге? Первое, что мы получаем, естественно, это прибыль. Естественно, это тот доход, который вы не сможете получить ни на одной обычной работе. Ну, я вам даже скажу так. Если вдруг вам очень сильно повезет, и вы вдруг окажетесь каким-нибудь родственником, какого-нибудь там дядечки, который находится в компании, там, Лукоил, к примеру, да, либо Газпром, и вот вдруг он вас возьмет на работу одного такого единственного из тысячи тысяч претендентов на какое-нибудь место, только потому что там вы его родственник, вы будете получать там 150-200 тысяч, да. Ну, или здесь вы поработаете год хорошо, активно, и вы будете получать те же деньги. 150-200 тысяч. При этом вы получите еще признание. Может быть, кому-то это не надо, а может быть, кто-то за этим конкретно сюда пришел, понимаете. Может быть, кто-то хочет стоять на сцене, кто-то хочет держать эти чеки там с деньгами. 200-300-500 тысяч чек. Компания же нам просто дарит за, как бы, за достижение директорских уровней, директорских веток. Я вам об этом уже рассказывал. Ну, кому интересно, можете спросить, либо пересмотреть наши другие вебинары. И компания, помимо чеков, помимо денег, она дарит золотые значки, кто не знает. Золотые значки Faberlic с бриллиантами, настоящие, драгоценное золото. И люди видят, вы приходите, вы рассказываете свою историю, и люди вам аплодируют, понимаете. Это такой заряд энергии. Кто-то приходит за этим, кому-то это не надо. Кто-то приходит просто за деньгами, кто-то хочет путешествовать. Но путешествовать не просто сам, а путешествовать, например, с компанией. Ведь путешествие с компанией, компания каждый год посылает своих драгоценных директоров, своих лидеров в бесплатное путешествие различные страны. И это не просто, как бы, поездка отдохнуть, знаете. Это поездка отдохнуть в компании успешных людей. А это абсолютно другое. Это люди, которые уже чего-то добились в этой жизни. И они до сих пор, так же, как и мы, они чего-то хотят, они стремятся, они делают. И я вам скажу, что после этого люди приезжают совсем другими. Они меняют свое мировоззрение. Они растут над собой, знаете, как на несколько порядков, на несколько уровней вверх. И стремятся все к новым и новым вершинам. Ведь, как я уже говорил, в нашем бизнесе и конкретно в нашей компании нет верхушки. Да, есть верхушка. Это зарплата в 55 миллионов. Генеральный партнер. Такая же премия. Компания вам подарит 55 миллионов рублей. И там даже близко еще никого нет. Мы стремимся туда. Поэтому у нас есть к чему стремиться, знаете. Ради этого, я вам говорю, стоит поработать. Стоит поработать не... К примеру, элементарнейший пример. Элементарнейший. Просто даже вот сейчас в голову взбрело на пальцах, скажем так. Смотрите. По поводу денег. Я вам говорил, да, растет в компании доход в арифметической прогрессии. Смотрите, я вам рисую. Сейчас я рисую. Вот, что это у нас. Это у нас 30 тысяч. Ну, к примеру, 30 тысяч зарплата, да? 30 тысяч в месяц. Но я не знаю, у многих может 20 взять. Давайте возьмем 20. Средняя зарплата у нас 20. Вот. Берем 20. Умножаем, например, на 5. Сколько это получается? 20 умножить на 5. Это у нас 100. 100. Это 100 тысяч за 5 месяцев работы мы можем получить. Так? Это если у нас зарплата 20 тысяч. Теперь берем Фаберлик. Первый месяц у нас, к примеру, мы выходим там на 3%. У нас там 360 рублей. Ну, к примеру, да? Возьмем вообще минималку. Так, подождите. Не спешите. Ну, короче, 360 рублей. Второй месяц у нас там 1000 рублей. Третий месяц у нас может быть и 3, и 5, и 7 тысяч рублей. Четвертый. И дальше это все растет, я же говорю, в арифметической прогрессии. Дальше у нас получается и 17, и 20. Хочется нарисовать, но почему-то не получается. Рассказываю. В общем, за 5-6 месяцев работы в Фаберлик, ваша зарплата уже будет более 100 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей. И она будет расти дальше, просто в арифметической прогрессии. Понимаете? Вы можете расти бесконечно. При этом вы можете совмещать, как совмещают мамочки. Совмещать это с детьми, совмещать это в декрете, совмещать это с основной работой. Работать с мобильных устройств. У нас есть вебинар, конкретно посвященный этому. Алена рассказывала по поводу того, как работать с телефонов, как работать с планшетом. Ведь это на самом деле тоже можно делать. Это на самом деле очень и очень интересно. И дает возможность работать тогда, когда вы, допустим, едете в маршрутке, когда вы там на обеденном перерыве. Но вообще в абсолютно любом месте и времени, лишь бы у вас было абсолютно любое устройство с выходом в интернет. Так вот. И потом наша зарплата, она просто вот эту зарплату в разы перескакивает. И когда вы начинаете получать доход больше, чем вот этот, чем, допустим, ваши же 20 тысяч в месяц, вы можете смело бросать вашу работу и уделять все основное внимание конкретно своему бизнесу. И тем более рост ваш будет вообще в арифметической прогрессии еще быстрее и быстрее и быстрее. Но, опять же, я говорю, для того, чтобы это у вас случилось, вам надо приглашать людей, потреблять самим и присутствовать. Учиться, учиться, еще раз учиться. Нет времени читать книги, закачайте себе аудиокниги. Ходите там, слушайте в машине. Нет машины, слушайте в наушниках. Благо сейчас любое устройство позволяет закидать в mp3 книжку и слушать в наушниках там в любом месте, в любое время. И это абсолютно ничему не мешает. И все, и у вас все получится. И менять магазин. Смотрите, почему Фаберлик, да, почему конкретно MLM? Я тоже сюда пришел, как бы из другого бизнеса. Мне интересно то, чем я занимаюсь. Но в то же время я вижу, что есть определенные потолки. И для того, чтобы развиться дальше, мне нужен толчок, мне нужен скачок. И только сетевой бизнес, только MLM, он может мне дать именно тот доход, который мне может помочь в будущем, допустим, развить свой... Своё основное дело. Либо, я даже не знаю, Фаберлик станет моим основным делом. Он уже стал моим основным делом, потому что доходы в нем начинают, как бы, подбираться к тем доходам, которые я и так имею. Понимаете? И за такой короткий промежуток времени я сам не ожидал. Я настолько, когда вот разобрался конкретно в этой системе, откуда берутся деньги, откуда все это у нас появляется. На самом деле так просто их зарабатывать стало. Так вот, какие у нас есть преимущества? Преимущество, самое главное, что мы живем в 21 веке. Сейчас я не видел человека, у которого нету мобильного телефона или интернета или вообще чего-то. И MLM, сетевой бизнес, именно конкретно я имею в виду Фаберлик, это бизнес будущего. Бизнес будущего, который даст вам возможность изменить свою жизнь на много лет вперед, сделать ее такой, какой вы хотите и абсолютно не зависеть ни от кого. Понимаете? Вы также создаете себе пассивный доход. Что это значит? Вы, когда находите людей, понимаете, когда, спасибо, когда находите людей, то вы же не просто строите сеть потребителей. Под вами есть такие же люди, которые также замотивированы абсолютно, как и вы, зарабатывать. И вы, обучив этих людей, будете пожизненно получать с этих людей доход. Пожизненно. Ведь эти люди пришли не на вас. Они пришли не просто к вам, потому что вы такой хороший, вы такой молодец. Эти люди пришли конкретно за деньгами. Они пришли зарабатывать. Понимаете? И также, обучив их, вы будете получать доход. И они будут получать доход со своих людей. И до тех пор, пока эти люди захотят зарабатывать, вы будете иметь возможность пассивного дохода. При этом, абсолютно никаких вложений. Что значит минимум вложений? Минимум вложений, это значит, что регистрация в нашей компании абсолютно бесплатна. Мы не берем деньги за регистрацию. Мы не берем деньги за то, чтобы хоть как-то, скажем так, ну как бывает вот в этих вот компаниях, там вот сейчас много новых. Я могу их назвать, которые мне предлагают. Вот, там вы придете, первый месяц купите на 2000 рублей, там, чтобы активировать свою скидку. Вам там продукция такая-такая, которая продукция никому не нужна. Они просто ее складывают, складывают постоянно в этот, под кровать там, или выкидывают. Они даже ей не пользуются, понимаете? И получают деньги вот с продаж вот этой вот ерунды и фигни. Я вам об этом уже рассказывал. Я горд, я горд, что я познакомился с этой компанией, что меня супруга моя познакомила, потому что, честно говоря, я тоже вначале относился очень скептически. Я думал, что это все ерунда, вот эти вот каталоги, эти косметика, это все женские дела, и все это денег тут нет. На самом деле здесь огромные деньги. Огромные деньги просто надо увидеть, где они лежат, и правильно их взять. При этом, я же говорю, мы абсолютно не несем никаких рисков. Мы, что значит минимум вложений? Мы просто берем, меняем магазин. Мы покупаем у себя то, что мы и так бы покупали, но покупаем теперь это у себя. Все. Мы не берем из бюджета лишних денег. Отсутствие рисков. Вы можете как войти, как и выйти. Если все-таки вы захотите опять вернуться на свою любимую работу, вернуться на свою зарплату, там 10, 15, 20 тысяч, никто вас держать не будет, понимаете? Бизнес устроен таким образом, что мы работаем с теми, кто хочет работать. Вот кто нас теребит, кто нас дергает, они хотят, они хотят изменить свою жизнь. Мы с теми людьми работаем. Просто так тянуть за собой куда-то всех, это не то, что невозможно, это просто не нужно, понимаете? Вы больше потеряете времени, чем получите от этого, потому что тот, кто не хочет, понимаете, он будет искать только отговорки. Тот, кто хочет, ищет возможность. Мешает ребенок, пожалуйста, он ищет возможность работать тогда, когда ребенок спит, когда ребенок чем-то занят, да? Мешает муж, он работает тогда, когда нет мужа дома, когда он также спит, когда он куда-то уходит. Нет компьютера, дай, пожалуйста, сейчас он любой элементарный компьютер 15-20 тысяч, там, либо в кредит, либо у знакомых, либо там купить ноутбук. Понимаете? Тот, кто не хочет, тот ищет миллион отговорок. Я сам могу найти миллион и одну отговорку, чтобы что-то не делать. Но когда ты хочешь, когда ты видишь, когда ты веришь в то, что ты делаешь, ты просто берешь и делаешь. Ты просто берешь и делаешь, и каждый день делаешь одно и то же. Ищешь людей, ищешь людей, ищешь людей, неважно как, через соцсети, либо напрямую через своих знакомых, да вообще через незнакомых. Можно прийти в магазин, дать каталог, сказать, вот посмотрите, хотите, я вам скидку оформлю. Все. Если вам это сложно, пожалуйста, для вас интернет. Свобода выбора. О чем я же, я и говорю. Когда, где, что, с кем. Вы сами выбираете, с кем вам работать, с кем вам строить бизнес. Вы сами выбираете, когда вы работаете. Вы сами выбираете, что вы делаете, понимаете. И с какой скоростью вы будете это делать. Потому что, как показывает практика, очень многие разные люди при получении одних и тех же вводных данных. Ну, что это значит? Все проходят определенное обучение, да. Ну, вот как в школе. Мы все сидим за партами. Все примерно одинаковые. У всех одни и те же учебники. Только кто-то учится на тройке, а кто-то учится на пять с плюсом, там, получает красный диплом. Вот здесь то же самое. У всех одна и та же информация. Ни у кого какой-то там другой информации, какой-то секретного кода, не знаю, секретной фишки, либо секретного ингредиента, его нет. Все получают одно и то же. Просто у кого-то получается, кто-то делает, вот. Кто верит, понимаете. По поводу веры мы сейчас с вами еще поговорим. А кто-то сидит и думает, да, это все ерунда, да, что это я сейчас попробую, там. Нет, нет, я не знаю. И понимаете, вселенная такая штука, не знаю, хотите верите, хотите нет. По поводу мыслей, то, что они материальны. Сейчас мы немного по этому поводу поговорим. И я вам скажу так, что даже когда вы пишете через интернет, и вы не верите в то, что вы пишете, никогда в жизни ни один человек к вам не придет. Вот вся та энергетика, вся та эмоция, с помощью которой вы это пишете, понимаете, она чувствуется человеком, потому что для вашей мысли, для силы мысли не существует расстояний. Абсолютно не существует. Это то же самое, как если бы вы вот так вот с человеком говорили, вы ему пишете, он говорит, это все ерунда. Знаете почему? Потому что вы так считаете. Вы считаете, что это все ерунда, что здесь нет денег. Я считаю, что здесь шикарные возможности, огромные возможности, безграничные возможности, которые могут изменить вашу жизнь. Если сравнивать с обычным бизнесом, даже не бизнесом, по поводу рисков хочу сказать, забыл. Смотрите, любой бизнес, любой бизнес, если взять, вы, во-первых, должны вложить денег. У нас регистрация бесплатна. Ноль, ноль, абсолютно ноль. И знаете, сейчас время такое, что посмотрите на бизнесменов. Хорошо, если они работают там в небольшой плюс, понимаете? А если они работают в ноль, представьте, им надо заплатить налоги, им надо заплатить зарплату. Даже у кого нет зарплаты, им надо заплатить очень-очень много других, там, санстанций, всякие пожарные станции, всякую ерунду. Надо заплатить аренду у кого, например, в аренде, да, помещение, к примеру. И у них постоянные риски. У нас же абсолютно никаких рисков. Вы ничем не рискуете. Абсолютно ничем не рискуете, если вы будете пробовать, если вы будете это делать, понимаете? Ноль, ноль рисков. Так, никто не может вас заставить, абсолютно никто не может вас заставить делать. У нас нет начальников. Есть наставник, допустим, это я, либо это Алена. Да, над нами тоже есть наставник, который может нас чему-то научить, но вот в интернете она не работает. Все то, что есть здесь и сейчас, это придумали мы с Аленушкой, это полностью разрабатываем мы с нуля. Если бы у нас был такой же наставник, понимаете, который мог нам помог это, помог бы это сделать, я не знаю, мы бы уже, не знаю, миллион зарабатывали. Но нам пришлось первые месяцы полностью с нуля разработать систему и придумать так, взять оттуда, взять оттуда, взять оттуда, сделать так, чтобы мы смогли научить вас, чтобы вы смогли научиться работать. И вы сами для себя определяете время, удобное для работы и вообще условия. Хотите с планшета, хотите с ноутбука, хотите с домашнего компьютера, в любое время для и ночи. Люди в интернете есть всегда. Каждый вечер, каждое утро, днем, когда не зайди, всегда люди онлайн. Миллионы людей в любой соцсети постоянно сидят онлайн. И все они так же, как и вы, голову моют, зубы чистят, стирают, убирают и делают так же, как и все, понимаете. Мы просто даем людям возможность, возможность либо экономить, либо так же, как и мы, зарабатывать. Вот и все. Нет начальников, никто вам не скажет, что делать. Вы сами для себя главный мотиватор. Ну, в принципе, это немножко все, что я хотел сказать. У меня, конечно, много еще интересных мыслей. Если у вас есть вопросы, мы перейдем ко второй части. У нас вторую часть будет вести Алена. Это будет такая небольшая часть именно по поводу веры, по поводу мотивации и того, что... Ну, в общем, вы сейчас все узнаете. Вопросы есть? Напишите кто-нибудь что-нибудь. Ну, напишите хотя бы минусы, если нет вопросов. Люди, меня слышно? Ау! Люди! Какие-то форумы проводятся. Конечно, постоянно проводятся форумы. Вот я говорил, недавно, ой, недавно, в июне будет проводиться форум миллионеров в Челябинске. Потом форум Юга был недавно в Ростове, мы ездили с Аленой. В сентябре будет форум, на котором мы тоже поедем. Будут поздравлять драгоценных директоров в Москве. Форумы проводятся постоянно, Мария. Если хотите, мы вам все расскажем, все предоставим, всю информацию. Будете ездить с нами и будем встречаться. Будет очень интересно увидеть друг друга вживую. В Прильбрусе, кстати, в июне будет форум обучающий. Так, я передаю свое слово Аленушке. Она вам расскажет немножечко. Не уходите, не расходитесь. Был рад вас видеть. Спасибо. До свидания. Добрый вечер, дорогие коллеги. Кто меня не знает, меня зовут Алена. Я вам сегодня так вот немножечко поменяю, может быть, ваши взгляды на вашу жизнь. Вы, может быть, задумаетесь. По крайней мере, когда мы с Антоном получили эту информацию, мы задумались, оглядываясь на свою прошлую жизнь, что же мы делали не так. Почему мы пришли к тому, что мы сейчас имеем на тот момент. Так вот, если мы начинаем обычно школу новичка, да, с того, с чего начать бизнес, да, у нас такой вопрос, с чего начать бизнес. Мы начинаем людям рассказывать о компании, мы начинаем рассказывать о индустрии, да, то, что вы сейчас прослушали. Мы рассказываем о том, как надо начинать работать в интернете, создавать страницы, там, как размножать браузер Google Chrome, да, для удобства. И все вот эти вот технические моменты, да, те, которые проводятся у нас постоянно, вебинары, вы это все уже слышали, большинство из вас, да, и знаете. Но получается, что, когда вроде бы люди это все знают, но результатов некоторые люди не видят. И когда начинаешь разговаривать с человеком, вот уже индивидуально, то выходит, что он не знает, для чего он пришел в компанию Фаберлик, да и вообще в сетевой маркетинг. То есть человек не знает. Когда начинаешь выяснять, что для чего, что ты хочешь, вот что ты, зачем ты сюда пришел. Ну, может быть, там, подработка, там, или дополнительный заработок. Хорошо, хороший вариант. А на что ты потратишь эти деньги? Привет, Светочка. На что ты потратишь эти деньги? Ну, не знаю. Или, допустим, когда у человека спрашивают, сколько ты хочешь зарабатывать здесь? Я не знаю, я об этом еще не думала. Так вот, я вам хочу сказать, что пока вы не знаете, пока вы еще не думали, то не ждите никакого чуда, мешок денег на голову вам не упадет. Так устроен мир, и так устроены законы Вселенной, да. Вы можете верить в это, вы можете в это не верить, но все даже, вот если брать все религии, какие есть в мире, они все основаны на законах Вселенной. Это абсолютно неоспоримый факт, да. Давайте немножечко пройдемся по науке, грубо говоря, да. Вот смотрите, представьте, что разум человека – это айсберг. Всем нам известно, да, что большая часть айсберга скрыта под водой, она невидима. Так вот, Зигмунд Фрейд однажды сказал, что верхняя часть айсберга – это наше сознание, а нижняя часть айсберга – это подсознание. Нижняя часть айсберга занимает 95% нашего разума, и всего лишь 5% занимает сознание. То есть, что такое сознание, да, это то, что вы видите, то, что вы чувствуете, то, что вы думаете, ваши мысли, ваши слова, ваши действия. Все это контролируется сознанием. А все остальное, то, что неконтролируемое вами, то есть, когда вы спите, когда вы в несознании, да, это все ваше подсознательное. Но чуть позже русский академик Иванов уточнил это высказывание. Он сказал, что сознание – это всего лишь грецкий орех на вершине айсберга. То есть, понимаете, насколько мизер, вообще, насколько мы мало можем контролировать свое подсознание. Получается, что если вот у меня муж компьютерщик, да, вот он сравнивает это, как вот с компьютером, да, сознание – это клавиатура, а подсознание – это центральный процессор. То есть, что вы на клавиатуре, на своей набьете, то в подсознании и отложится. Подсознание было доказано учеными, подсознание записывает информацию каждые 3 секунды. То есть, все, что вы когда-то видели, слышали, трогали, кушали, осизали и нюхали, все это уже отложено на ваше подсознание. Если человека ввести в гипноз и спросить у него, что было написано в 5 классе на учебнике номер, на учебнике таком-то, на странице номер 93, он вам скажет. Он этого не помнит, сознание его не помнит, подсознание помнит все. Еще подсознание можно сравнить с плодородной почвой, а ваше сознание – это семена. Вот вы сеете семена, и подсознание вообще по барабану, какое семя ему прорастить, понимаете? То есть, если вы не контролируете свои мысли, если вы не контролируете свои слова, то все, что туда откладывается, оно потом в жизни у вас реализуется. Но хорошие новости. Подсознание можно программировать, да? То есть, это вот опять-таки, возвращаясь, это как процессор. То есть, можно перепрограммировать. Если у вас в жизни сейчас что-то не так, то я вам сейчас расскажу, как сделать, чтобы все у вас было хорошо. Это касаемо не обязательно Фаберлик, не обязательно бизнеса. Это можно применять в любых сферах своей жизни. Это можно в личных отношениях, это можно в семье, это можно по поводу здоровья. То есть, все, что вас окружает, вы можете изменить. Главное только просто, ну, поверить в эти знания, да? То есть, не отмахнуться, сказать, да, это все ерунда, да, я в это не верю. Верите вы, не верите. Честно говоря, Вселенной абсолютно все равно, она делает свое дело и все. Так вот, программируется чем подсознание наше? Первое, это словами. Вот слова, особенно услышанные нами от других людей, очень сильно влияют на ваш характер, на вашу жизнь. Вот вспомните, что вам в детстве говорили родители. Говорили ли они вам, какой вы молодец, какой вы умничка? Часто ли они вас хвалили? Часто они вам говорили, вот если вы девочка, какая же ты красавица у меня, что все у тебя будет хорошо. Или они вам говорили, вот ты бестолочь, да кто ж тебя замуж возьмет, да? Или они говорили, вот что ж ты такой вот, что ж ты такой вот невнимательный, да что ж ты так плохо учишься, да посмотри ты дети вон другие какие, вон там Вовочка какой молодец, одни пятерки домой носят, а ты такая бестолочь учиться не хочешь. Вот это все, что вам говорили родители, сейчас, вот даже сейчас влияет на вашу судьбу и на вашу жизнь. Потому что все эти слова записаны были в подсознании. И как родители к вам относились, так вы относитесь сейчас и к себе. Если вы говорите, вот если у кого есть дети, я вас очень призываю, хвалите ваших детей, говорите о том, что ваши дети самые лучшие, самые успешные, самые красивые и самые умные. Еврейские матери, кто не знает, только так воспитывают своих детей. Они никогда не скажут своему ребенку, ты бестолочь, ты вообще бестолковый, с тебя толку не выйдет. Да, вот эти все слова. Или вообще, как вот говорят у нас, что ты высовываешься, живи как все. Вот все пошли туда и ты туда иди, не надо быть белой вороной. То есть я вам хочу сказать, что очень родители, родители не выбирают, мы все очень любим своих родителей. Но именно они закладывают в нас наши убеждения. И эти убеждения преследуют нас всю жизнь. Абсолютно. Если родители говорят, что богатые люди злые, богатые люди хитрые, скупые, что богатым никогда нельзя стать, не обворовав кого-нибудь. Так человек и думает. Поэтому человек услов... Или говорят, деньги просто так не достаются. Надо попыхтеть, надо так сильно работать, там 24 часа в сутки, просто так денег не заработаешь. И соответственно человек, приходя к нам, он естественно так и думает. Но на самом деле это не так. Так, если вы меняете свое убеждение, переворачиваете с ног на голову его, а как это делать? Словами. Берите и говорите. Вот если, допустим, вокруг вас такое мнение сложилось, что в Фаберлик денег не заработаешь. А вы себе говорите, Фаберлик много денег, Фаберлик очень много денег, и я эти деньги зарабатываю. Все. То есть вы меняете словами, вы перепрограммируете свое подсознание. Что вы сейчас сеете туда, то и будет потом давать всходы. Если вы сейчас думаете о том, вот о чем Антон говорил, если вы не верите, если вы не верите, что... Или говорите, вот Фаберлик никому не нужен, вот там уже все зарегистрированы, или, ой, эта пирамида, там верхушка только деньги получает, низушка не получает. Это же вы транслируете на свою жизнь. То есть от вас идут вот такие вот отрицательные эманации, вибрации. Они передаются вашему окружению. Естественно, не надо ждать за то, что под ваши флаги кто-то пойдет. То есть если вы что-то... Если вы меняете свои убеждения, если вы начинаете верить в эту индустрию, в эту компанию, то тогда у вас все, и бизнес пойдет хорошо. Помимо слов, вот смотрите, вот мы произнесли слово. Когда мы произносим слово, у нас в голове сразу возникает мысль. Да? Мысль и образ. Вот, например, если я скажу свинья. Все, я думаю, да, из вас представили себе в голове свинью. Кто-то розовую хрюшку блестящую, кто-то, может быть, не очень. Вот, если я скажу слово лимон, у всех появилась такая неприятная кислинка, да, во рту как будто бы, да. То есть каждое слово рождает мыслеобраз. А каждая мысль стремится материализоваться. То есть то, что вы говорите, то вы и получаете. Если вы постоянно говорите о своих болячках, вот далеко ходить не надо, но вот у меня мама вот любит поговорить. То у нее одно болит, то у нее второе болит, то третье, то пятое, десятое. И этого конца нет и не будет. И не будет, пока она об этом говорит. То есть когда вы говорите о своей болезни, когда вы думаете о своей болезни, вы ее подпитуете, вы обращаете на нее свое внимание. Если вы перестанете это делать, а будете думать о том, какие вы здоровые, как у вас все хорошо, сила мысли вылечивает даже рак. Если вам интересно, вы можете загуглить и почитать истории, реальные истории, которые были, когда люди вылечивали рак различных органов, просто с силой мысли. Когда люди просто на них уже ставили крест и сказали, у вас четвертая стадия, все уже, до свидания, вам три месяца осталось. Три месяца эти люди лечили себя силой мысли, и они вылечивались. Это не сказки, это не какие-то там рекламные слоганы, нет, это абсолютно действительно правда. Так почему же, если мыслью можно вылечить рак, почему нельзя мыслью привлечь к себе деньги? Можно. И мы это делаем. Мы это делаем каждый день. Дальше. Эмоции. Ваши эмоции... Следите за своими эмоциями, да, то есть если вы не чувствуете, что что-то не так, у вас упало настроение, или вас что-то раздражает, то подумайте о том, какая мысль вас привела к такой эмоции, да, и перестаньте быстренько об этом думать. Или подумайте о чем-то приятном. И от эмоций зависят ваши действия. То есть если у вас плохое настроение, вы пойдете с воздушными шариками гулять, прыгать по улицам? Нет, конечно, не пойдете, да. А когда у вас подъем сил, когда у вас радость на душе, когда у вас праздник в сердце, вы, естественно, идете, и вас что-то сподвигает, вас толкает вперед, понимаете. То есть я вот всегда своим девочкам говорю, если у вас плохое настроение, никогда не садитесь работать, даже за компьютер, никогда. Потому что ваше состояние передается всем людям в интернете. Если у вас плохое настроение, сели, проанализировали, почему плохое настроение, подумали о чем-то хорошем, не знаю, посмотрели какое-то видео смешное, я всем говорю, вон забили в гугле, смешные котики, смешные животные, там эти видео-каратулечки, но они так поднимают настроение, но действительно это так. И все с хорошим настроением сели за работу. И еще смотрите, вот есть такое понятие, как настрой. Этимология этого понятия, вот старославянская, да, нас трое, то есть меня трое. Это что значит? Это значит, что я думаю, говорю и делаю одно и то же. А когда человек говорит, одно, думает другое, а делает третье, этот человек расстроен, идет расстроение, и с таким состоянием человек никогда не достигнет успеха нигде, ни в одном бизнесе, ни в личной жизни, ни в здоровье, нигде. Поэтому старайтесь говорить, делать и думать одно и то же. это как бы залог вашего успеха. Смотрите, вот вы думаете о чем-то, да, и я вам хочу сказать, что любая мысль, она стремится к материализации. Это закон Вселенной, от этого никуда не уйти. То есть представьте, что это, представьте огромную лужу, огромную глубокую лужу, и вы туда кидаете камушек маленький, да, от него пошли круги в разные стороны, и чем дальше круги уходят, тем они слабее. Точно так же и ваша мысль. Вы кинули один раз, круги разошлись и затихли. Что нужно делать, чтобы ваши мысли материализовывались? Надо постоянно кидать в эту лужу камни, чтобы эти волны, они не останавливались, они постоянно шли-шли и доходили до центра воплощения ваших, так скажем, мечт, да, и только доминирующие мысли влияют на вашу реальность. Вот если, смотрите, вот я картинку вам дала с увеличительным стеклом. Что происходит? Почему зажигается трава, да, почему зажигается бумага, даже дерево? Потому что идет концентрация солнечных лучей. Если свет рассеянный, никогда бумага не загорится. Но увеличительное стекло концентрирует все солнечные лучи, которые на него попадают, в одну точку. И тогда сначала происходит тление, да, потом дымок, потом разгорается пламя. Вот точно так же ваши мысли. То, о чем вы думаете, то вы и привлекаете в свою жизнь. Если вы думаете о болезнях, у вас будут болезни. Если вы думаете о том, что у людей нет денег, то к вам люди и не пойдут. Если вы думаете о том, что деньги зарабатываются только тяжелым физическим трудом или каким-то умственным трудом, но надо сидеть, прям сидеть вообще не безвылазно, то так и будет, на самом деле. Если вы думаете о том, что, ой, сейчас вот грипп ходит, я так, я не хочу заболеть, я не хочу заболеть, вы заболеете. То, чем вы, вот, вы подпитываете эту мысль, понимаете, постоянно своими словами, да, то, что вы думаете, эту мысль ходите, то и совершается в вашей жизни, да. Очень часто люди говорят, знаете, есть такая фраза, ты накаркала. Да, ну, не накаркала она. Она просто, вот, слово не воробей, да, у нас есть такое вот изречение. То есть, человек выпустил, выпустил слово, выпустил вместе со словом мысль, и с этой мыслью выпустил энергию. И эта энергия сделала свое дело. А еще есть люди, любят говорить, ну, я же говорила, вот опять, вот, я вот так и думала, что ты там то-то, то-то сделаешь. А естественно, а зачем ты думала? Если бы ты не думала, то это бы не произошло. Поэтому я вас призываю, пожалуйста, как-то вот переосмыслить свою жизнь. А вы оглянитесь на свою жизнь. Если вам что-то не нравится в ней, да, вот вам чего-то недостаточно, то никто не виноват. Я вас уверяю, ни Путин не виноват, что страну там якобы там, да, разваливает. Ни Америка не виновата, ни какие-либо другие политические деятели, ни страны какие-то вражеские, никто не виноват. Ни не виноват ваш начальник, не виновата ваша жена или муж. Дети ваши тоже не виноваты. Виноваты только вы. Потому что то, где вы сейчас находитесь, это результат ваших прошлых мыслей. Иначе, ну иначе просто, ну никак. Это действительно так. А вот где вы будете через год находиться, это результат того, как вы будете мыслить сегодня, с сегодняшнего дня постоянно. Контролировать свои мысли, ну никак нельзя. Ну вот даже вот есть такое упражнение, вот вы начинаете про себя думать о каком-то, ну вот о какой-то вещи, да, начинаете какую-то мысль обдумывать, обдумывать, обдумывать. И вы будете замечать, что буквально через 2-3 минуты ваш мозг сам начинает думать о другом. Начинают какие-то образы в голову лезть. И вы пытаетесь эти мысли отогнать и опять сконцентрироваться на своей конкретной мысли, да, которая вам нужна. Вот это очень хорошее упражнение. Об этом упражнении написано, кстати, в книге «Подсознание может все» Джона Кехо. Мы уже не раз эту книгу озвучивали. Кто не знает, я там дальше, я напишу, вы перепишите, кто не знает это название. Эта книга реально меняет жизни, да, меняет, вот если вы готовы поменять свое мышление, если вы готовы поменять свою жизнь, то эта книга вам поможет. Если не готовы, то, конечно, нет. Вы можете хоть 20 раз ее начинать читать, вы ее дальше не продолжите читать. Так вот, что нужно делать, да, чтобы был успех? Нужно контролировать свои слова. Перестаньте говорить о чем-то плохом. И если кто-то рядом с вами говорит о плохом, либо говорите этому человеку, давай закроем тему, да, либо уходите оттуда, если у вас есть возможность. Не нужно слушать негатив. Перестаньте смотреть плохие фильмы, эти страшные новости. Вообще, в идеале перестаньте смотреть телевизор, потому что в новостях никогда ничего хорошего не рассказывают. У нас, кстати, есть в Ютубе канал Фаберлик выпускает. Наше время, наше время вперед, да, Антон? Ага, вот Антон говорит, будет на наш канал добавлять это видео. Вот как раз-таки Фаберлик собирает самые положительные, вот из всех новостей, самые положительные новости про Россию. Какие у нас были достижения в науке, в технике, в военных каких-то достижениях. Ну, вот эти все моменты собирает в одни такие коротенькие блоги. Вот это смотреть приятно. А вот то, что где-то кого-то убили, кого-то зарезали, это патенты, эти ужасные криминальные сериалы, или еще там какие-то вообще вот эти фильмы ужасов, вообще смысл. Вы свою жизнь этими фильмами, новостями и передачами абсолютно не улучшаете, поверьте мне. Вы просто проецируете это все через себя, пропускаете. А эмоции, они дают очень хорошую энергетику, да. Да, телевизор, уже было доказано, что телевизор тянет энергию. Мы с мужем уже более пяти лет не смотрим телевизор. Так вот, свои слова контролируйте. Контролируйте желательно тех людей, которые каждый день с вами находятся, да, чтобы перестали там, если какие-то, что-то обсуждать, кого-то, да, в негативном плане, да. Одно дело, когда человеку плохо, и его поддерживаешь. Но поддержка ваша должна заключаться в том, чтобы в итоге вывести человека на положительную эмоцию, а не сесть рядом с ним и взахлеб рыдать, да. Вот. Дальше. Мысли контролировать, как я уже говорила, вы не можете абсолютно никак, да. Мозг так устроен, мозгу становится скучно, если вы одну и ту же мысль думаете, да. Поэтому начинайте контролировать свои эмоции, да. Вы почувствовали что-то не так, да, вспомнили, что вас к этой мысли привело, да. Давайте быстренько передумали, переделали. Еще, кстати, очень хорошая вещь, такое, упражнение С. Вот когда вы что-то, вот бывает выскочит, ну, естественно, все мы люди, мы не роботы, да, но бывает что-то выскочит, какая-то негативная фраза, да, или какая-то, даже вот мысль, даже какая-то негативная, заградется, потому что все мы имеем какие-то убеждения свои, свои тараканы, вот такие тараканы у каждого в голове, да. И этот таракан то и дело начинает выползать. Есть такая хорошая фраза, отменяю, отменяю. Два раза сказали, подумали что-то плохое или сказали что-то плохое. Отменяю, отменяю, чтобы эта мысль до Вселенной не долетела, и она не успела материализоваться. То есть все, вы ее, хоп, ее назад уничтожили. Ваш успех – это ваше внутреннее состояние и ваши мысли. И, кстати, вот на Востоке, в восточных странах бедность и болезнь – это вообще грех. Это невежество. Что такое невежество? Не ведаю законы Вселенной. Если человек беден или болен, это значит, он не умеет управляться со своими мыслями. Значит, человек плывет по течению, как многие. Есть такая фраза, 95% людей мира не успешны, потому что они не запрограммировали свой успех. То есть наша задача, что сделать? В эту пятерку процентов попасть. Не надо опускаться на уровень тех людей, которые вас не слышат и не понимают. Не надо слушать тех людей, которые ничего в жизни сами не добились, но вам точно со стопроцентной уверенностью говорят, что это все фигня. И туда не надо идти. Вот, да, к Фаберлику. Вот вы сейчас придете после вебинара и ваши родственники скажут, что это за ерунда вообще, куда ты вообще лезешь. Я вам хочу сказать, что прислушивайтесь только к тем людям, которые в жизни конкретно чего-то добились, а не к тем людям, которые всю жизнь пропахали 50 лет на заводе и сидят сейчас на классную пенсию 5-8 тысяч рублей. Я считаю, что надо прислушиваться к авторитетам, которые сами себя сделали, да. Я понимаю всю вашу родню, которая говорила, она просто хочет вас оградить, потому что зачастую возражения поступают вследствие нехватки информации, да. То есть многие не знают, что здесь, да как здесь, а вы знаете теперь, да. И только вам решать, что делать. Либо вам закрыть уши, да, и слушать только внутреннее я ваше, либо вам прислушиваться к вашим всем, к вашему окружению, которые говорят, что нет, это все ерунда, здесь нет денег, это все бред. И оставаться на том месте, где вы сейчас находитесь. Еще, вот то, что я уже говорила, да, закон притяжения вселенной, то, что вы думаете, без исключения, абсолютно, все материализуется в вашей жизни. Если вы хотите стать успешным в компании Фаберлифу, да, я так вот уже сужу спектр желаний, то вы что должны сделать? Вы должны себе написать, какую зарплату вы здесь хотите, да, какой доход хотите иметь, на какой ступени лестницы успеха вы себя видите. У нас лестница успеха огроменная, кто, новички, если вы ее еще не видели, пожалуйста, с нами свяжитесь, мы вам перешлем картинку, вы посмотрите, на какой ступени сколько зарабатывает. Вот какая ступень ближе к вашим желаниям, да, по деньгам, пожалуйста, пропишите себе это. И самое главное, дату исполнения вашего желания. То есть, если вы хотите, допустим, через полгода выйти на доход директорский, да, там 30-40 тысяч, и не знаю, может, вы через два месяца хотите, да, то есть в нашей компании реально есть такие люди, которые за два месяца выходили на директора. Да, да, на ней сидели, они по 12 часов сидели, работали, не по два, по три, но они есть. За месяц, да, уже есть такие? Вот Антон подсказывает, уже за месяц даже директора делают, понимаете? То, ну, это зависит от скорости вашей работы, да, то есть если вы раскачиваетесь очень долго, там, два месяца делаете по одной страничке в день, там, или вы думаете очень долго, или вам некогда вечно, там, даже на вебинар прийти некогда, там, и даже не то, что прийти, ладно, в записи посмотреть вебинар некогда. Ну, извините, ну, ну, как бы, ну, мы заставить вас не можем, ну, это ж не детский сад, где мы заставляем, каждого дергаем, да, ну, все взрослые люди, все решают сами для себя, когда и сколько им работать, и вообще работать ли, да, вот, поэтому, ой, мысль потеряла. Так, давайте тогда, я уже потеряла, вот, смотрите, методики, которые используем мы с Антоном уже очень-очень давно, и которые позволяют нам идти к нашей цели, причем не обязательно в Фаберлик, это может быть любая цель, вот, что вы хотите приобрести, да, вот, что-то материальное, машину, дом, квартиру, шубу, что угодно. Земля, земельный участок, неважно, вы это приобретете, если будете следовать нашим рекомендациям, это, кстати, не четко наши рекомендации, не сами мы это придумали, ниже написаны книги, в которых это подробненько описано, кто не знает эти книги, пожалуйста, себе перепишите, сразу себе их скачайте, на телефоны в виде чтения, а, цель с датами, да, Юль, спасибо, сейчас вернусь, либо в телефоны закачайте, либо, вот, Антон говорил, в MP3-плееры, либо на тот же телефон воткните наушники, ходите, едете на работу в транспорте или в машине, сидите, слушайте эти книги, да, значит, по поводу даты, да, то есть, любая ваша цель, которая должна, вот, вы хотите ее очень сильно, да, она должна быть датирована, то есть, если вы хотите еще через полгода стать директором, вам надо написать, просчитать, так, полгода, вот, со сегодняшнего дня, да, это тогда-то, тогда-то, вот эту дату взять и записать, число, месяц, год, все, и она у вас записана, она у вас, ну, вот, должна быть и перед глазами висеть, хотите, сделайте себе на компьютере заставку на рабочий стол, хотите, повесьте себе где-то на шкаф, на стену, где вы часто видите это, да, это, кстати, метод визуализации, то есть, вы написали то, что вы хотите, хотите, скачайте в интернете картинки, как эта машина, если, как она должна быть выглядеть, какая марка, какой цвет, какие у нее колеса, какое у нее что, да, это метод визуализации, кроме того, каждый день, если вы будете представлять себе эту цель в течение 10 минут, то ваша цель будет к вам приближаться все больше и больше, если вы хотя бы один день пропустили и не представляли себе в течение 10 минут эту визуализацию, да, эту цель вашу, то она от вас отдаляется и это, ну, это минимум неделя потеряна, то есть, вас назад отодвигают на неделю, да, то есть, помните про камень в луже, да, вы постоянно, каждый день должны бросать туда камушек, если вы хотите, чтобы у вас поправилось здоровье, пожалуйста, есть метод утверждения, вы произносите вслух или про себя, как хотите, определенные утверждения, например, с каждым днем я становлюсь еще здоровее, все, повторяете в течение 10 минут, это может быть, ну, не знаю, это может быть тысяча раз, я не засекала, сколько за 10 минут это раз, вы хотите, повторяйте это постоянно, вот ходите и повторяйте в течение дня, и вы увидите, что ваше здоровье, это, естественно, не на следующий день, да, потому что существует во Вселенной такое понятие, как буфер времени, и вот это время вам дается на, либо на то, чтобы вы переосмыслили свои мысли, если это негативное, да, вот это слово отменяю, отменяю, да, либо, если это позитивные мысли, вам нужно их постоянно подпитывать, берете утверждение, если это касаемо компании Фаберлик, у нас такое утверждение, вот, что скрывать, да, работает абсолютно, с каждым днем в моей структуре еще больше лидеров, и еще метод благодарности, всегда благодарите Вселенную Бога, я не знаю, кто во что, да, верит, за то, что Он вам дает, вот пришел к вам человек новую структуру, благодарите, скажите, я благодарна, или я благодарю, что в моей структуре появился новый лидер, да, то есть неважно, на что человек пришел, на дисконт или на консультанта, я вам уже не раз говорила, что каждый дисконтник может стать лидером, я сама из дисконтников вышла, в принципе, пользовалась, пользовалась, надоела, стала деньги зарабатывать, все, то есть благодарность, что она дает, вы сначала посылаете, посылаете во Вселенную энергию, да, вы просите Вселенную что-то дать, просите Бога, да, там, что-то дать, Бог вам это дает, а вам нужно поблагодарить в ответ, потому что если вы не будете благодарны, этот канал дарственный, он закроется просто-напросто, не забывайте благодарить, даже за мелочи, да, даже надо быть благодарным за то, что мы проснулись этим утром, за то, что у нас две ноги, две руки, одна голова, у некоторых даже этого нет, да, за это будьте благодарны. И еще метод прощения, есть такой метод, который позволяет изменить, вот повернуть русло в вашей жизни. Есть моменты в жизни, когда мы держим обиду на кого-то, неважно на кого, это может быть родители, это может быть муж, это может быть ребенок, это может быть даже вы сами, вот если вы сами на себя держите обиду, да, за что-то. Есть метод прощения, вы должны простить этих людей или простить себя самого. Что делаете? В течение 7 дней вы пишете на листе бумаги, либо в тетрадке, как хотите, 70 раз такую фразу, я, ваше имя, прощаю имя человека, которого вы хотите простить полностью. То есть, допустим, если я, там, Алена, прощаю, там, например, Ирину полностью. 70 раз вы это пишете, вот сейчас, вот написали один день у вас, да, вы 70 раз написали, на следующий день вы еще раз 70 раз написали. Итак, 7 дней. По прохождению 7 дней вот эти все ваши бумажки берете и сжигаете. Этот метод нам дал Руслан Сейтумер на одном из форумов, да, вот Юга, куда мы ездили, это бриллиантовый директор Сейтумер, да, он зарабатывает более 500 тысяч в месяц, человек знает, о чем он говорит, он сам этот метод проработал, и он сам даже рассказывал о том, что люди, которые этот метод использовали, у них менялись жизни. Вплоть до того, что вот люди, которые были на них, точнее, они были на людей обижены, вот, допустим, человек был обижен за то, что кто-то ему денег не отдает, да, долг не отдает. Буквально проходит время, он сжигает эти все свои, всю свою писанину, человек приходит, ему отдает долг. То есть вот до такого даже, понимаете? И, ну, я вам хочу сказать, почему это все пишется, потому что каждое ваше слово, оно отражается на подсознании, да, подсознание формирует вашу реальность, вот и все. Поэтому люди, которых вы прощаете, которых вы отпускаете, потом могут сыграть даже в вашей жизни очень-очень важную роль. И еще такой последний совет, посмотрите фильм «Секрет». Может быть, кто-то из вас давно, этот фильм очень старый, даже не помню, какого года, 2005-го, что ли. Этот фильм очень старый, но он, вот эти вот, все, о чем я говорила сейчас, да, он рассказывает более таком красочном исполнении, так скажем, да. И читайте книги, вот, которые здесь перечислены, да. Особенно Джон Кеха, он на этом деле уже собаку съел, особенно вот «Достижение желаемое пять шагов к вашей цели», там четко указаны методики, вот по пунктам прям все, как надо делать, все там написано и рассказано. И это не какие-то сказки, я не знаю, волшебного леса, это просто, это законы вселенной, от этого вы никуда не денетесь. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот даже можете не верить. Вот вы сделали себе убеждение, да, там, про бизнес, про здоровье, про любовь, что хотите вообще. А вы вот не верите в это, но повторяйте каждый день, и вы увидите уже какие-то, вселенная будет вам подкидывать нужных людей, нужные обстоятельства, да, и вы увидите результат своего мышления. Чем отличаются люди, которые достигли высоких результатов в нашей компании? Они просто отличаются мышлением, целеустремленностью и упорством. Все. Секрета, как Антон сказал, здесь нет. Вот они все секреты. Вот, мы все рассказываем, ничего ни от кого не скрываем. В чем прелесть нашего бизнеса? Мы готовы вам отдать все. Мы готовы вывернуться наизнанку, лишь бы вы повторяли то, что мы делаем, да, чтобы вы нас дублицировали. Вот и все. И вы будете настолько же зарабатывать, а то и больше, потому что, как известно, это не пирамида, да, тут, пожалуйста, человек может прийти, пожалуйста, вот месяц назад пришел человек, а он уже выше, допустим, своего наставника, да, там наставник где-то еще не успел даже оглянуться, раз, а тут уже директор, все. А тут раз-раз, два месяца прошло, он уже там золотой директор, а наставник как был там каким-то директором, так и остался. Так устроен маркетинг вам. Кто работает, тот ест. Вот. В принципе, это все, что я хотела сказать. Я надеюсь, вы задумались, да, вы проанализировали, ну, у вас еще будет время проанализировать свои мысли, да. Вот просто отправьте свою заявку на успех. Отправьте ее. Потому что очень часто люди не получают что-то по той причине, что они просто-напросто не просят. Они не просят. Вот, знаете, есть такое вот, встретите любого человека на улице, вот схватите его за рукав и скажите, хочешь получить через неделю миллион рублей? Он скажет, да, хочу. А ты получишь через неделю миллион рублей? Он скажет, че, да нет, конечно. Вот. Одна рука пишет, другая зачеркивает, понимаете. То есть человек начинает своим сознанием рациональным, да, просчитывать что-то, думать, а это же как же через неделю миллион рублей? Не, невозможно. А вселенная руками разговаривает, ну нет, так нет, да. А мало ли, может быть, он через неделю лотерею бы выиграл. Поэтому никогда не думайте о том, как вы что-то получите. Неважно, что, какую-то материальную вещь, да, или нематериальную. Не надо думать, как. Надо думать, что и когда, и все. А уж как, это уже не ваши заботы. Главное, вот, что касается нашего бизнеса. Брать, делать то, что мы говорим, верить в то, что вы делаете, верить нам, вашим наставникам, верить в компанию, верить в сетевую индустрию, и у вас все получится. Вот и все. Вот он весь секрет успеха. Если у вас есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, отминусуйте. Потому что мы сегодня что-то очень заполтались. Все уже, наверное, подустали. Если нет вопросов, отминусуйте. Света, французские духи есть. Что значит французские духи? У нас все духи французские в компании Фаберли. Света, и по поводу духов, давай тогда в личку. Хорошо? Давайте так. Если у вас есть вопросы, будем задавать их уже своим наставникам в личке, либо в скайп-чате, тоже можно задавать, по сути, то же самое, да? Я с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. Быстрого вам роста. Мы всегда готовы вам прийти на помощь. Доброй ночи. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok